Приветствую вас, Анастасия. Я думаю, что на вопрос, который вы задаете, можно ответить примерно так. Есть две причины, по которым вы чувствуете себя некомфортно из-за этого. И две причины, соответственно, которые приводят к раздражению. Первая причина, это то, что вы чувствуете нарушение своих личных границ, и по какой-то причине не защищаете личных их. То есть вы не защищаете свои личные границы, вы их не отстаиваете, вы позволяете вашей подруге их нарушать, и совершенно очевидно, что вы испытываете раздражение. Вот, раздражение здесь, это своего рода агрессия, это своего рода такое число защиты, механизм защиты, я бы сказал. Это первая причина. Соответственно, у неё, как вы понимаете, есть свои основания. Вот. Ну, какие могут быть основания. Основания могут быть, например, страх обидеть, нежелание потерять подругу. Вот. Ну, нежелание остаться одной, может быть. Вот. Если это что-то про вас, если что-то из этого, точнее, про вас, то с этим можно и нужно работать. Потому что, ну, дальше вам будет тяжелее и сложнее. Вот. Это первое. Следующее. Есть вероятность, что в, вот, подруге, своей, в её поведении, вы видите себя. И вам это не нравится. Вам нравится то, что вы видите себя. и получается, что что-то в себе вы отвергаете, что-то в себе вы отрицаете, и что-то в себе, вероятно, вероятно, не наверняка, но вероятно, вы не принимаетесь. И, соответственно, это также вызывает раздражение. То есть, тут вот такая взаимодополнительная история, которую вам нужно для себя понять. Несколько лучше для себя понять. Несколько лучше для себя этот момент уловить. И разобраться в нём. чтобы более естественно, более активно, более аутентично проводить свою линию поведения с человеком, с людьми вокруг. Вот. Такая вот история. То есть, с одной стороны, личный границ, с другой стороны, вероятно, вероятно, не принятие от себя. Не принятие от чего-то себя. Есть, также, также есть основание полагать, что сама подруга для вас имеет какое-то значение. более, так скажем, ярко выраженное значение, чем, ну, это должно быть в норме. И, соответственно, вас это тоже может напрягать. Вам это тоже может не нравиться. Вот. И. Вызывает достаточно деструктивные эмоции, деструктивные чувства, деструктивные переживания. Нужно разбираться. Что-то вам, я полагаю, пройдёт. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего вам самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.